Меня зовут Дмитрий. Я представляю проект выращивания рыбы в контролируемых условиях фермы, установка замкнутого цикла. Цель, ради которой мы хотим привлечь инвестиции, это внедрить технологию от корма рыбы на ферме минимального размера. То есть модули, которыми в дальнейшем может прирастать компания. Результативность такого базового модуля 300 тонн рыбы в живом весе в год и до 7 миллионов гривен и беды операционной прибыли в год. Рынок наш, это рынок мяса в Украине, ненасыщенный и наполовину представленный импортной продукцией животного белка. Идея проекта производить сверхприбыльное мясо, наш продукт, рыба в сравнении с базовыми мясными продуктами, производимыми в Украине, на базе такой же фермы, такого же размера. Единственное, что рыба озерная, та, которая кормится, а не та, которая выпасной технологией курятина и свинина. Вы видите, затраты примерно одни и те же, на потребительском рынке цена дороже. Конкурентное преимущество. Конкуренцию в Украине сегодня сдерживают затраты операционные, которые превышают выручку, причем превышают затраты именно на корма рыбы. Такая рыба в Украине съест на большую сумму, чем эту рыбу можно продать. Причина в том, что очень технологично сложные корма. И в мире для этой рыбы их производит только одна компания, наиболее известная Али Раква. Наш комбикорм, наш корм для рыбы, он по затратам такой же, как и корма для других видов животных. Командах проекта. Команду в основном составляют практики в сферах птицеводства, скотоводства, рыбоводства, производства кормов для всех этих животных, технологий по выкармливанию. Практически все они обладают собственным предпринимательским опытом в этих видах бизнеса. Вот объединились в один проект общий. Текущее состояние проекта. То есть сегодня мы производим опытные партии и пытаемся их, начинаем их продавать. То есть отработаны рецепты комбикормов, разные альтернативные варианты. Можем перейти с одного на другой в случае чего. Отработана технология от корма рыбы на штатном оборудовании, которым будет оснащена ферма. Ну и единственное, что мы отрабатывали на маленьком ферме. Десять раз уменьшены. Идут тестовые продажи. Тестируем рынок рыбы килограммового и двухкилограммового веса. В Украине почему-то у нас запрашивают двухкилограммовое, в Европе популярно килограммовое. Ну и налажены контакты с будущими покупателями. Как оптовыми, так как экспортерами в Европу, которые копируют венгров и поляков. Где эта рыба производится и вся продается в Германию, Голландию. Так и с этими супермаркетами. Все украинского супермаркета сеть. Переработка рыбы. То есть на предыдущих... И мы ведем на шаг, на два шага вперед уже тестовую переработку рыбы. Пробуем ее коптить. Холодного горячего копчения уже производим. На маленьком оборудовании. Это уже на шаг дальше. Это не на эти деньги, которые мы запрашиваем. Цена супермаркета, по которой он брал эту рыбу, указана была на предыдущем слайде. 35 гривен за килограмм рыбы. То есть и беда просчитана из расчета реальных цен, реальных затрат и реальных цен, которые есть сегодня на рынке в Украине. Преимущество нашей продукции, ну с точки зрения маркетинга. По вкусовым характеристикам ее сопоставляют эксперты только с угрем или с семгой. Ну и дальше не вызывает аллергию, пригодна для изготовлению детского питания. Но основное преимущество технологическое, что мясо этой рыбы как исключение для глубокой переработки доступно. В Германии из нее делают даже сосиски. Однако основное преимущество финансовое. То есть проект очень симпатичен для долгового финансирования. То есть в дальнейшем рост проекта возможен за счет привлечения долгового финансирования. То есть в сравнении со средним производителем продуктов питания, вот мы можем привлекать инвестиционных кредитов вот столько раз больше. Биржевое финансирование или банковское. Также мы в отличие от всех, ну от большинства проектов выращивания мяса, приемлемы для использования револьверных кредитов для финансирования оборотных средств. Остальные проекты в животноводстве, птицеводстве такие не совмещаются с этой банковской технологией. Предложение инвестору. Мы предлагаем либо 10% в эквити компании, либо через год-два года мы можем выкупить инвестиции инвестора напрямую. Ирар обсуждается. Вот видите источник и беда в год с этого блока фермы. Она почти в три раза больше, в два с половиной раза больше, чем объем инвестиций в ферму. Разумеется с одной фермы никто не собирается жить. Мы собираемся развиваться и у нас там 5 ферм, которые мы можем выпупить и оборудовать под выращивание рыбы. Если будет такая результативность, посчитать нетрудно оценку компании, которую можно получить на бирже. Мультипликаторы известны, беда известна. Объем рыбы умножим на 5 ферм, на 2, на 3. Я назову цифры. 5 ферм это мы будем самой крупной, второй по величине компанией на Нью-Коннект, площадка для малых и быстро растущих ферм в Варшавской фондовой бирже. 2 фермы мы будем самой крупной иностранной компанией на Нью-Коннект. Одна ферма мы будем иметь почти такую же капитализацию, как единственная украинская компания на Нью-Коннект Агролига. Разумеется, развиваться можно и дальше. Можно обсуждать дальше подробности, сколько время вышло, вопросы. Есть мини-ферма. Один блок, в котором стоят бассейны, где выращивается рыба. Можно приехать, посмотреть, подержать в руках, почистить рыбу, приготовить, сесть. Что это за рыба? Это рыба, которая, давайте я не буду говорить, что это за рыба, но в Голландии она с 70-х годов, с 70-го года пытается выращиваться. С 90-х годов и середины 90-х годов она уже активно производится на подобных фермах. Голландия, Германия, Венгрия и Польша. Вы красиво назвали страны, прекрасные. Я спрашиваю, что это за рыба? Я покупатель ваш, я не понимаю, о чем мы говорим. Хотя бы скажите, а где она выращивается? Сертификация продукции есть? Так какая сертификация? Она еще не выращивается. Вы говорите, что вы уже продаете? Мы пытаемся продавать, как частные фермы, через две точки. Супермаркет у нас не берет без сертификации. Нет производства, нет сертификации. А скажите, корм собственной разработки? Да. У нас порядка 17 вариантов комбикормов выбраны из того, что мы пробовали. Они чем-то уникальны, отличаются от тех кормов, которые... Конечно, уникальны. Корм, в отличие от птицы или животного, во-первых, он не должен раствориться в воде. Это сложно, рыба в воде живет. Во-вторых, рыба должна его проглотить. Корма, который производится в Украине, рыба глотает и выплевывает. В-третьих, с этого корма у нее должен наращиваться вес, а это плохо, это сложно. И рыба, в отличие от птицы или животного, может не есть и впасть в пяточку. А как вы защитили эту уникальную разработку свою? Наши знания, больше никто не знает. Это секрет производства. На ухоу. Правильно я понимаю? Да, это секрет производства. Вы никому не раскрывали его. Да. И мне на ухо не нашепчите. Нет. Подобные эффективности комбикорм, но чуть менее эффективны, производит Али Раква. Может конкурентом стать Али Раквы? Али Раква производит корма. Это крупная компания, она со своего бизнеса не ведет. Вы говорите, просто это вообще лидер рынка, никого... Вы просто корма продавать. Да, ну я и говорю. Мы хотим продавать рыбу. Видите, у команды такое. Извините. Для производства кормов есть вообще производственные? Да, сегодня мы... Уже существует. И он управляется участниками нашей команды. Так что мы на нем можем сегодня свободно размещать производство комбикорма. Сколько стоит килограмм рыбы в рознице? Там вот цифры, мы ничего не поняли. Третий слайд. А рыба есть? 35 гривен килограмм. А курятина 13 где продается? Нет, это все цены с фермой. Цены с фермой. Так. То есть в рознице она будет стоять? В рознице сегодня в Украине похожая рыба, не эта, а похожая рыба, продается в среднем под 60 гривен. Ваша будет стоять сколько? Наша. Сегодня мы можем продавать, согласиться на эту цену. 40, да? 35 гривен. У нас по кормам 10 гривен килограмм. Плюс 2 гривен, 10 гривен килограмм, это уже пробировано на тех мощностях, которые есть. Нужно уточнить вот эти 2 гривны на прочие затраты. А сейчас у вас уже покупают? Да, через две точки мы... Что? На ценнике написано... На ценнике написано... Рыба живая. Нет. На ценнике написано рыба. Для детского питания. Хотите... Какая, какая? Рыба живая. Если бы я хотел назвать название рыбы, я бы его назвал. А в чем секрет? Если бы вы будете инвестировать, поедемте, посмотрим. В принципе, финансового спекулянта, понимаете? В хорошем научном смысле слова, да? То есть вы владеете Лебеда, Варшавской биржей. Хороший, я вам комплимент делаю, да? То есть вы... Я экономист и финансист. Вот, видишь, вы у вас язык такой, ну, профессионального спекуляра. Давайте с этим вопросом не связаны. Рыба, мясной, белок. Какая разница? Скажите, пожалуйста. Люди платят. Цена семги, сопоставимая продукция. Вот по цене семги она и должна в будущем продаваться. Ее цена 110 гривен в Украине. Цена семги. Скажите, пожалуйста. По такой цене будет продаваться рыба на полке. На что вы собираетесь потратить 3 миллиона гривен, и есть ли у вас сейчас площадь для того, чтобы это строить? Да. У нас в том месте, где у нас мини-ферма, лаборатория, 5 стандартных ферм, которые использованы для курятина. Из 3 миллионов гривен на одну ферму, то есть на которой на этом модуле будет отрабатываться технология, по которой уже может работать, миллион будет потрачен на выкуп фермы, приобретение в собственность и ремонт в ней, миллион на оснащение оборудованием, соответствующим миллион оборотные средства. В дальнейшем, когда проект пойдет, и мы можем банку показать текущий денежный поток, мы можем тот миллион, который пошел на оборотные средства, рефинансировать, заменить банковским кредитом. Оборотные средства на какой срок оборотные средства? На один цикл? Или как? Наш цикл 4 месяца. То есть ферма трижды оборачивается. Хорошо. В Европе применяется технология 6-7 месяцев, они выращивают килограмм. Мы из-за того, что поменяли технологию и поменяли корма, добиваемся килограммового возраста, веса за 4 месяца. Логистика ваша будет? Да, наша. Извините, я на ваш вопрос не ответил. Нет, на ваш вы задавали. Давайте я комментарий дам. Рецепт комбикорма защищен тем, что его знают 3 человека. Это нау-халм. Ну вот это и есть нау-халм. Его нельзя повторить. Вы знаете, сколько у нас поколений рыбы сдохло, пока мы пытались эти комбикормами их кормить. Ну не ест она комбикорм, но трудно. Это как лекарство. Посудит. Сегодня она живет. Сегодня она живет и растет быстрее. Сколько вы этим занимаетесь? По времени. Какая команда численности у человека? Как вы все это оформили? Какая форма собственности? И почему, послушайте, почему 10% вы отдаете инвестиции? Почему отдаете инвестиции? Это бизнес-ангельская инвестиция. За нее берут 3-5. Ну а тут вот комментарий. То есть вы свою идею оцениваете 27 миллионов гривен на сегодняшний день. Правильно получается? Я думаю, что вы загружаете. Мы идею не оцениваем. Мы идею не оцениваем. Мы привлекаем в проект на уровне стартапа. Бизнес-ангельская инвестиция. 250 тысяч долларов средняя инвестиция. И дай бог за нее бизнес-ангелу получить 3% в стартапе. То есть это нормальный цель. Вы из чего говорите? Ну вот я просто из практики. Средняя статистика по стартапам, по бизнес-ангельским инвестициям. Где? В мире. Ну смотрите, я вам скажу в Украине. В Украине даже разговаривать никто не начнет на таких условиях. Посчитайте, даже если мы с одной... Пожалуйста, десятый слайд. Какая форма собственности? Это... Форма собственности. Посчитайте десятый слайд, почем ликвидность в случае выхода на биржу даже с одним блоком. И сколько будет 10% в отношении, во сколько раз оно превысит... Я же не спорю, я просто добрый совет даю, что просто... Юридическая форма. Поскольку мы собираемся не жить с одной фирмой, а в итоге идти и продать, и идти привлекать дальше финансирование в рост под биржу, то мы хотим здесь, когда речь пойдет с инвестором, о заключении договора с инвестором, делаем чистую фирму. Может быть прямо сейчас, может быть после того, как будет отработана технология фирмы в бенелюксовском правовом поле, которая лучше всего для выхода на биржу, для привлечения зарубежных инвестиций. А сейчас? Сейчас это частная компания. Ну и вообще, он сейчас по существу... Вот наша мини-ферма, это все равно, что в гараже делается. Это техническое помещение, вот как от колонны до колонны. И на этом у нас закончилась... Спасибо большое. Спасибо.